Всем привет, всем привет, спасибо большое, что вы пришли сегодня в эфир, спасибо, что присоединились. Я пока начну с вводной части, наверное, у меня по таймингу 20 минут, поэтому мы 20 минут будем пробовать с вами уложиться. Сегодня, знаете, я при подготовке к этому эфиру думала, что пересмотрю-ка я несколько спикеров, которые уже выступали по этой теме, ну и так, как путеводитель для себя понять, что рассказывать, но в какой-то момент решила, что нет, пересматривать я никого не буду. Сегодня моя задача поделиться с вами своими причинами, почему я в атоме, рассказать свои аргументы, поэтому это будет моя история, которая длится, она не про успешный успех, как я писала, вот сейчас буквально сидела, вскоре сделилась. Это не про то, как прийти, победить и уйти победителем, а про то, как встречаться с какими-то сложностями, встречаться с собственными какими-то поражениями, но верить в свое дело, любить его очень, двигаться в атоме смело вперед и вместе с атоме. Поэтому, собственно, об этом будет мой сегодняшний рассказ, сегодняшний спич. Спасибо огромное всем за поддержку, кто присоединился. История начинается с того, что на самом деле, когда я пришла в атоме, моему малышу, который сидит сейчас, было на тот момент всего 6 месяцев, поэтому, кто мамы в декрете, вам должно это особенно откликнуться, потому что многие думают, что когда мы уходим в материнство, нам не до бизнеса, нам не до каких-то свершений, мы должны быть 100% поглощены детьми, семьей, каким-то бытом и так далее. Но бывают такие случаи, как у меня, что именно во втором декрете меня так сильно заклинило чувством и переполненностью, желанием что-то изменить в своей жизни, потому что какой-то у меня был, наверное, как кризис 30 лет, наверное, на тот момент, когда мне захотелось действительно что-то поменять в корне. На тот момент меня сильно, существенно тревожил вопрос денежный, финансовый, как ни крути. Мы живем в материальном мире, и я хочу, чтобы мы хорошо жили, чтобы жила хорошо моя семья, чтобы учились дети, сначала там в частных каких-то детских садах, что мы сейчас можем себе уже, слава богу, позволить, затем в лучших школах и так далее. Я остановилась на той теме, что когда я пришла в Атоме, моя история началась с того, что хотелось что-то мне очень сильно поменять. Собственно, на этом моменте не остановилось мое желание что-то менять, и поэтому, собственно, моя история — это не про успешный успех, это про то, что я сейчас в процессе еще до сих пор пытаюсь что-то изменить в себе, и, соответственно, как бы продублицировать это еще и в Атоме. Почему в Атоме? Если кто-то ждет каких-то аргументов и фактов, так сказать, про цифры, про факты о компании, то это совершенно тема не про меня. Я человек не очень рационального склада ума, я человек больше творческого склада ума, человек, который больше, наверное, по интуиции и по биению своего сердечка действует какие-то, делает какие-то выводы и принимает очень часто решения. Вот, и поэтому, собственно, сегодняшняя история, она будет завязываться именно на этом. Когда я пришла в компанию Атоме, изначально что меня сподвигло заинтересоваться этим бизнесом, так это небольшой, совсем кратковременный опыт в предыдущей компании. Я думаю, что если я назову его компанию, это не будет так страшно. Я полгода отработала в российской компании, которая называется NL International, и за полгода я поняла, что этот бизнес-проект мне не очень сильно откликается, именно эмоционально, потому что именно в том проекте мне приходилось быть тем, кем я не являюсь, потому что когда вы приходите в какую-то сетевую компанию, чаще всего вам говорят, будьте крутыми, будьте яркими, будьте интересными для своего окружения, будьте кем-то изначально, чтобы казаться, а затем уже становиться. И вот это мне сильно не откликалось совершенно, и в свое время, через полгода, я решила, что нет, я так не могу, у меня был такой жесткий диссонанс в душе, что я простая, взмыленная мама в декрете, ребенку на тот момент было как раз 6 месяцев, когда я уходила оттуда, и решила, что все, эмоционально я иссякла, я не могла строить из себя кого-то, и решила просто завязать именно с этой компанией. Но на мое счастье, на тот момент человек предложил мне компанию Atomi. И по приглашению я на свое счастье попала в очень сильную команду, в которой мы сейчас все с вами находимся. Сначала я познакомилась с Натальей Шин, которая является моим прямым, я бы так сказала, именно спонсором, потому что именно с ней, благодаря ей, мы идем уже рука об руку, нога об ногу, щека общику уже больше двух лет. И, соответственно, после я уже познакомилась с Александром Ким, который стал таким нашим боссом, мы его так любя называем, биг босс, потому что действительно человек, на которого хочется равняться, у человека, который огромный опыт за плечами. И затем мы познакомились уже с Владимиром и Микой Хигай, я помню эту встречу в Салтанате, когда они первый раз приехали, мы увиделись в конференц-зале небольшом, познакомились, я была до глубины души удивлена, насколько это простые люди, и вот знаете, когда попала в Атоми, именно вот эта простота, душевность, и когда все люди, просто люди, те, кто они есть, они пытаются казаться кем-то другим, мне это очень сильно откликнулось. И, наверное, вот это для меня была первая галочка, которую я поставила для себя, почему Атоми. По сей день я ценю это очень сильно в нашей компании, в нашем партнерстве с моими партнерами, что мы остаемся теми, кем мы являемся на данный момент, там мы прокачиваемся, мы меняемся ментально, мы изменяемся внешне благодаря нашей косметике и БАДам, но тем не менее компания дает нам возможность оставаться людьми, которым мы изначально являемся. Компания не принуждает показывать нам, ну это вообще даже, наверное, наоборот, на перекор, да, правилам компании показывать и махать там веерами денег перед глазами других людей, там показывать красивый успех. Мы те, кто мы есть. Наверное, кому-то это покажется немножко как-то сильно просто, особенно, наверное, тем, кто привык ассоциировать сетевые компании и лидеров из сетевой компании, это вот с теми людьми, которые вот такие крутые, которые знают свое место, которые показывают лакшери жизни и так далее. Но по факту я знаю просто на примере многих людей, те, кто добились больших результатов в сетевых компаниях, это люди, которые остаются на том же уровне ментальном в плане восприятия жизни, там восприятия каких-то ценностей, да, жизненных. Мне важнее то, как мы прокачиваемся здесь как лидеры именно в команде. Ну, то есть для меня важнее, чем показывать материальные какие-то блага, которые мы приобретаем, показывать больше успех команды, показывать то, как взаимодействуем мы с командой, как мы общаемся, дружественные какие-то отношения. И мне кажется, вот это самая большая ценность, которую мы должны транслировать людям, что на самом деле мы другая компания, мы не такие, как другие аналогичные сетевые компании. И когда новенькие, очень многие приходят с опытом из сетевых компаний и говорят, что, ну, знаете, мне особо и разговор с вами не нужен, ну, то есть я у новичков всегда спрашиваю, вам нужно созвониться? То есть я до сих пор, по сей день, те, кто приходят в мою команду, я вывожу их на звонок. Ну, то есть я пытаюсь поговорить лично с человеком, узнать, откуда он, какие у него есть вопросы по компании о томе. И очень часто те, кто приходят с опытом из сетевых компаний, они так и отвечают, что, ну, я как бы уже в этом плане все уже знаю, да, и мне как-то особо разговор не нужен. Вот. Но те, кто хотят узнать что-то новое, я понимаю, что эти люди имеют возможность услышать о действительно другой истории, которая отличается совсем в корне от других сетевых компаний. Вот. И, собственно, таким образом, спустя два года я по себе судя, я смотрю, что я та же самая Саша, которая была и два года назад. Я такая же эмоциональная, я такая же неначитанная, как я это говорю. Это не гордость, это констатация факта, которую я хочу изменить, да. Я такая же, возможно, не всезнающая, как я бы хотела, как Владимир владеет информацией, все нюансы о компании и так далее. Но, тем не менее, эти моменты мне не мешают реализовывать себя здесь, как человека, как человека творческого, и рассказывать о каких-то других сторонах, которые удаются, получаются именно у меня в этой компании. Вот. И мне очень понравилось на одном из выступлений, как сказал Владимир. Владимир сказал, что вообще в Атоме, а, возможно, и Владимиру это кто-то в свое время сказал, может быть, он автор этих слов, что когда вы приходите в Атоме и вы ищите что-то, вы обязательно это найдете. Вот, приходя в Атоме, я для себя искала, во-первых, конечно, это финансовый достаток, который я, слава богу, его нашла, и на нынешний момент это наш основной бизнес, который содержит всю нашу семью, в том числе и родителям, да, мы помогаем. И также я искала, конечно, самореализацию. То есть для меня, для засидевшейся на тот момент маме в декрете, мне хотелось действительно как-то себя проявить. Потому что на тот момент, два года назад, я не верила в себя, я не верила, что я могу быть кому-то интересной, я не верила, что я могу перед кем-то выступать, потому что именно опыт таких публичных выступлений, он пришел именно вот тогда, когда мы пришли в Атоме. И что меня очень сильно еще поддержало в тот момент, когда мое вот это желание зарождалось, что я хочу попробовать себя проявить как личность, как человек, быть не просто одной из, а быть какой-то другой личностью, да, проявляться. И вот тогда из-за этого побуждения, из-за этого желания пришло желание выступать. И на мое счастье приехали Владимир и Микахигай и сказали, что мы устраиваем первый семинар в Казахстане, ну, как бы такой большой, масштабный, до этого никто таких семинаров не устраивал. И предложили выступить в качестве спикера, попробовать себя. И очень сильно эмоционально на тот момент поддержала вся команда. Ну, то есть, что я очень сильно еще ценю в Атоме, что это бизнес не про меня, это бизнес про нас, там, где в нас в первую очередь верят. И как я сейчас тоже делюсь со своими партнерами, что на самом деле я верю в каждого, кто приходит. Да, закрадываются иногда мысли, что, эх, вот, если бы там минус 10 лет, так сказать, тем, кто приходит, 80 в наш бизнес. Но это вообще, то есть, это такие ошибки, которые мы делаем, и это наше убеждение в голове, которое мы делаем, скоропоспешно, не обдумав, на самом деле может получиться в бизнесе Атоми совершенно у каждого успешный успех, только если приобрести определенные навыки, да, определенные, и делать определенные действия. Вот, и тогда пришло, знаете, такое счастье в душе, что в меня верит кто-то, кроме меня самой еще. Я в себя на тот момент уже поверила, в принципе, потому что я пробовала себя где-то реализовывать, и, но не верилась, да, там, в себя, как в качестве спикера. И тогда одним из первых людей, кто поддержал, это была Стелла Хигай, это была Наталья Швин, Владимир и Мика Хигай, которые сказали, у тебя получится, потому что там где-то на репетициях, кто-то на тренингах, когда мы проходили еще у Стеллы Хигай в самом начале по спикерству, да, по говорению, сделали большой комплимент на тот момент для меня и сейчас, это комплимент, что мне удается все-таки транслировать как-то неплохо, да, и разговаривать, общаться с людьми со сцены, с аудиторией, контактировать, и у меня появились большие-большие крылья за спиной, которые до сих пор меня держат в воздухе, да, которые до сих пор мне позволяют выступать, которые позволяют на данный момент мне уже импровизировать, не считывать текст с бумажки, а разговаривать с вами вот так вот тет-а-тет, как человек с человеком, партнер с партнером, и эта поддержка, она продолжается по сей день, то есть здесь, в Атоме, я думаю, что если здесь есть новички, то вы уже ощутили это отношение, что здесь не просто про то, что приди, делай, зарабатывай, и, ну, вот, в общем, вот так вот двигаемся, а здесь именно про поддержку, про то, чтобы узнать, как дела, чем помочь, а давай подумаем вместе, и вот это самая большая ценность в Атоме, что здесь мы поддерживаем друг друга, что да, вот мы команда, мы огромная команда, спасибо большое всем за слова поддержки, я вас тоже очень сильно люблю, разволновалась, вот у меня даже голос сейчас задрожал, и, собственно, поэтому, наверное, я в Атоме, потому что здесь в вас и в меня в какой-то, ну, в самом начале моего пути поверили, и поверили такие люди, на которых я ориентируюсь по сей день, вот, чем вы шлете все сердечки, вот такая я еще, знаете, плакса, клякса, вот, и поэтому не обращайте на это внимания, я написала в сторис сегодня, что для меня сегодняшний спич это еще раз убедиться, что я в нужном месте и в нужное время, да, я убеждаюсь это каждый раз, в этом каждый раз, боже мой, зачем я рыдаю, простите, пожалуйста, вот, и мне хочется, чтобы как можно больше партнеров, больше можно людей поверили в себя благодаря тому, что в них верят спонсоры, да, и Наталья Шин это очень тоже часто транслирует, и я сейчас это стараюсь передавать, что нам как спонсорам, как лидерам. Очень важно верить в людей, потому что в простой жизни мало кто верит там в успешный успех, когда мы открываем бизнес какой-то, как мы в свое время делали, открывали традиционный бизнес, когда мы делаем какие-то начинания, у нас, знаете, когда очень часто у многих, по крайней мере, я себя ловлю на мысли, у нас очень часто мысли в большей степени именно о том, что, ну так, знаешь, навряд ли получится, или навряд ли что-то из этого выйдет, да, а в атоме, когда вы приходите, здесь, в принципе, уже в априори, смотря на человека, я думаю, что если ты захочешь, если ты начнешь разбираться и делать, то наверняка именно у тебя все получится, вот за это, наверное, нужно ценить Атоми, вообще не могу остановиться, я извиняюсь, жутко, мой тайминг уже подходит к концу, совсем немножко я еще порыдаю на камеру, и мы с вами будем завершать, вот, и поэтому, собственно, да, я человек нерационального расклада ума, и сегодня выступление не про то, что в атоме есть такой маркетинг-план бинар, и это выгодно, а именно про то, что атоме это про отношения, про дружбу, про любовь, про семью, и про то, что здесь главное не сдаваться, вот, наверное, это самый большой мой, самый большой совет, не сдаваться, идти вперед, потому что, да, в атоме есть такой факт, что не приходит доход с первого дня, с первого месяца, возможно, но если вы выдержите, и если вы будете думать в перспективе на несколько лет, то вы увидите всю красоту этого бизнеса. Мы очень привыкли думать одним днем, да, люди зачастую, ну, я в том числе привыкла еще, наверное, со школьных времен мыслить вот так, одним днем, одной неделей, одним месяцем, как максимум одним годом, но мало кто задумывается о том, а что будет через 5 лет, а что будет через 10 лет, и как раз в атоме, когда вы будете анализировать со стороны того, что что будет, если я все-таки выдержу, продолжу свой путь, и обернувшись назад через 5 лет, что у меня будет на тот момент, и я уверена, что через 5 лет, через 10 лет мы будем с вами уже практически все в одних рангах, потому что вы знаете, чем выше ранг, тем разбег уже по достижению этого ранга не такой быстрый, так сказать, и когда-нибудь мы все с вами, кто находится в этой группе на этом вебинаре, мы с вами останемся, станем вернее уже на одну ступеньку, на один ранг, на один доход, но просто нужно выдержать этот период, когда кажется, что почему не так быстро, почему не так много, почему не так резко, да, вверх, ну потому что Атоми это не про это, это не про хайп, это не про проект, где приди и заработай миллион в первый месяц, это про то, что здесь вы получаете гораздо больше, чем просто денежный эквивалент за вашу работу, здесь вы получаете поддержку, здесь вы получаете новые знания, здесь вы получаете возможность реализовываться как человек, реализовываться, как я сейчас пытаюсь что-то сделать в качестве там мини-блогера, микроблогера, здесь вы прокачиваетесь в качестве спикера, потому что хотите вы этого или нет, как будущие большие лидеры вам нужно иметь, как и Владимиру и Микки Хигай, сейчас для примера Талия с Монгьемом, и все те, кто вещают в социальных сетях, вам также предстоит иметь свои видеоматериалы, видеоматериалы, какие-то, возможно, туториалы и так далее и тому подобное, мне кажется, это прекрасный момент для того, чтобы попробовать себя в новой стезе, попробовать себя в чем-то новом, попробовать быть кем-то новым для себя в первую очередь и гордиться собой за то, что вы не засиделись в какой-то момент, за то, что вы попробовали себя действительно веря, когда в вас верят очень большое количество людей, появляются те самые крылья, которые дают вам возможность реализовываться, идти вперед, не останавливаться на месте. Вот именно поэтому для меня Томми это больше, чем просто бизнес-проект, это больше, чем про просто зарабатывание денег. И, наверное, мне где-то там в глубине души очень сильно обидно для всех тех людей, кто не выдержал, кто ушел, остановился, опустил руки, не поверил и не попробовал пойти дальше, потому что, ну, действительно, я верю, что все те, кто в какой-то момент останавливается, у них 100% могло бы получиться. Ну, просто здесь и есть определенные факторы, которые влияют на наш успех. Это на самоорганизованность, потому что онлайн-бизнес, это на самом деле, хоть я и говорю, что я неорганизованный человек по натуре, это очень сильно про именно самоорганизованность, умение самообучаться, умение самодисциплинироваться, да, потому что здесь никто не стоит у вас за спиной, никакой хозяин-начальник и не подпинывает вас, не дает волшебные пендели для того, чтобы вы выполняли какие-то задания. Это вот основополагающее, что нам нужно уяснить, что действительно здесь вся ответственность лежит на нас, на наших плечах, и это просто нужно понять, принять и взять на себя ответственность и понять, что дело в нас. Мне очень нравится это выражение, что дело во мне. Если что-то не получается, это не доработка спонсора, это не доработка маркетинг-плана или каких-то там нюансов с продукцией компании Atomi. Это больше именно про то, что у меня что-то не получается из-за того, что я что-то не делаю. Не доучила, не доразобрала, не спросила, не попросила помощи и так далее. Поэтому здесь, в Atomi, может получиться совершенно у каждого. Это мое такое убеждение, которое я пытаюсь транслировать, что да, я что-то не умею, у меня что-то не получается, я простой человек, тот человек, который пытается что-то сделать с собой для того, чтобы стать лучшей версией себя. И в формате компании Atomi у меня появилась просто еще, знаете, как возможность показать себя со стороны партнера Atomi. Заявить о себе. Если я до этого была простая мама в декрете, мне особо нечего было рассказывать, то когда я пришла в Atomi, я стала партнером Atomi. С этого, собственно, началась моя трансляция, с того, что мне стало, о чем мне стало, у меня появилось о чем рассказывать, о чем транслировать, и таким образом завязалась история целых два года. уже больше двух лет. На этом я заканчиваю, друзья мои. Я жутко извиняюсь за свои эмоции, но это именно про Atomi. Это именно про меня и про мою историю в Atomi. Про то, что я безумно люблю эту компанию. Я верю, что у каждого может получиться. Верю в каждого из вас. Вам осталось только поверить в себя, взять ответственность на себя и понять, что действительно все создано в этой компании для вас. Оставайтесь теми, кто вы есть. Пробуйте себя в разных направлениях. Ставьте себе цели, планы, ставьте и изобретайте разные теории, пробуйте их на деле, анализируйте, продолжайте дальше. Потому что именно так здесь приходит успех. Это не про успешный успех, это про путь с сложностями, с какими-то трудностями, со слезами, с выдержкой и с готовностью идти только вперед, если вы увидите перспективу и всю красоту этого бизнеса. Спасибо всем большое. И мне хочется еще, знаете, такую заключительную фразу сказать, что на самом деле если вы пришли за успешным успехом и чтобы все получалось очень легко, то, наверное, вы пришли не туда, не по назначению, потому что здесь это про интересную историю, про интересную историю роста себя как личности, развития и становления себя как партнера, лидера Атоми. Вот именно с этой мыслью вы должны двигаться вперед. Да, не будет легко, не будет всегда прекрасно, с улыбкой, улыбаясь, смеясь и так далее. Будут сложности как в любом бизнесе. Чем крупнее бизнес и чем он серьезнее, тем больше таких моментов. И это нормально, потому что для больших денег, для больших результатов вы должны пройти, закалиться определенный очень непростой, но очень интересный путь.